Рокот моторов, хромированные детали, кожаные куртки, ночные волки. Они появились с рождением новой России и считают себя воплощением свободы. Со всеми плюсами и минусами. Ты ощущаешь чувство ветра, свободы. Ты ничем не скован, ты открыт вообще всему. Все запахи, все солнце, все на тебя. Ну, естественно, все брызги тоже. Василий Дизель-Сафронов говорит, участники клуба стараются не пропускать ни одного мероприятия патриотической направленности. Считают, что особенно важно показывать детям пример активного и здорового образа жизни. А вот участники другого клуба ретроавтомобилей уверены, что в День России нужно и важно вспоминать то лучшее, что выпускали во времена Советского Союза. Например, над более чем двумя десятками ретро-машин гордо возвышается грузовой ЗИС-5 1938 года выпуска. Прошел он всю Великую Отечественную войну. И у него нет таких преимуществ, которые у нас сейчас на автомобилях мы привыкли. Это простой в эксплуатации, надежный во всех условиях. Что зимой, что летом, что в жару, что в мороз. То, что старые автомобили – это не только красиво, но и функционально, организаторы решили показать своим примером, устроив автопробег по улицам города. Мы едем на легендарной «Эмке», которая, по словам Пономарева, прошла ни много ни мало миллион километров. Это автомобиль 1940 года, уже больше 70 лет, и в полном здравии идет. Скорость, конечно, не ахти, но тогда и ездили так потихоньку. Всего, как подсчитали организаторы, зрителями ретро- и байк-действа стало больше трех тысяч барнаульцев. А участники клуба признались, учитывая растущий интерес горожан к старым автомобилям, они скоро надеются создать полноценный ретро-музей. Хотя от подобных выездов, конечно же, не откажутся. Илья Кочетков, День с толком.